В этом ролике я хочу рассказать о пяти главных ошибках, которые допускают новички, когда дело касается приседаний. Новички не тренируют ноги. Это касается не только турникменов и не только тех, кто начинает свои тренировки с уличных воркаут-площадок. Нужно качать руки, нужно качать грудь, нужно качать обязательно пресс. И при этом про ноги практически никто не думает, потому что их же не видно в зеркале, они все время в штанах. Не слушай всех этих калистеник-атлетов и всяких там воркаут-школ и прочей ерунды, которые говорят, что ноги тренировать не надо, потому что будет сложнее делать элементы. Чувак, элементы это не главное в жизни. Если сейчас ты мне не веришь, подождем пару-тройку лет. Я готов подождать даже пять лет, пока ты не изменишь свое мнение и не придешь к такому же выводу. Просто сравни две фотографии. Так что первая ошибка, которую тебе не надо допускать, включи тренировку ног в свои регулярные тренировки. Вторая, вторая ошибка тех, кто начинает тренировать ноги. Амплитуда, понимаешь? Был один пацан, как его звали-то, да, на дэчил. Я ему говорю, чувак, тебе надо тренировать ноги. Пока ты сидишь в тюреге, это прям твой шанс реализовать тренировочную зону. Ты можешь делать отжимания, ты можешь делать приседания, ты можешь делать другие упражнения. И он послушал меня, послушал. И через какое-то время говорит, Антон, я делаю уже под полторы тысячи приседаний за тренировку. Я такой, что? Что ты вообще такое несешь? Что это? Как? Это же, это нереальное количество, блин, полторы тысячи. Я ему говорю, скинь мне видео, скинь мне видео. Он мне скидывает видео, и я вижу, что это не амплитуда. Для того, чтобы упражнение приносило пользу, оно должно выполняться в определенной амплитуде, чтобы мышцы чувствовали нагрузку. Почему? Потому что мышцам плевать, сколько ты делаешь повторений. Им плевать, какой вес ты двигаешь. Им важно чувствовать нагрузку, понимаешь? У меня опять заработал трактор. Сейчас трактор уедет, и я продолжу. Я не знаю, кстати, слышно. Напишите там в комментариях, если слышно трактор или нет. Я просто переживаю, мне это слышно. А у вас-то направленный микрофон-пушка. Вот теперь слышно. К сожалению, большинство новичков не запариваются на этот счет, потому что делать приседания в полную амплитуду тяжело. В идеале их нужно делать максимально низко, чуть ли не чтобы касаться задницы и пола, но как минимум нужно доходить до параллели, чтобы верхняя сторона бедра была параллельно полу. Тогда от приседаний будет толк. Все остальное это ерунда. Запомни, когда ты делаешь приседания, ты делаешь приседания, ты не танцуешь буги-вуги, у тебя не должны вот так вот двигаться ноги, когда ты их делаешь. Если такое происходит, это говорит о том, что нагрузка слишком велика для тебя. Если такое происходит, когда ты делаешь приседания с собственным весом, все очень плохо, потому что это одно из тех упражнений, которые любой здоровый человек должен уметь выполнять. Собственно, это говорит о том, что человек здоровый. Если ты не можешь присесть, значит, у тебя очень все плохо с координацией, с силой мышц нижней половины тела, и это нужно срочно исправлять. В описании размещу ссылку на видео, что делать, если у тебя пока не получается нормальное приседание. Там будет рассказано, какие есть подводящие упражнения, чтобы научиться приседать. К сожалению, к сожалению, да, это бич современности. Очень много людей не может выполнить полноценное приседание. Почему? Почему это проблема? Потому что можно угромить свои коленные суставы. И когда говорят, что приседания вредны для твоих коленных суставов, имеется в виду именно то, что ты делаешь приседания неправильно. Если у тебя вот так вот трясет колени, то это значит, что нагрузку твои мышцы не держат, она переходит на связки, и ты можешь просто надорвать что-нибудь себе. А это очень и очень неприятно. Поэтому, если ты замечаешь, что у тебя есть такая ошибка, снижай нагрузку, упрощай приседания, качай ноги. Со временем тебе удастся от нее избавиться. Четвертая ошибка связана с амплитудой. Если во втором пункте я говорил о том, что люди не доделывают приседания, в четвертом пункте я буду говорить о том, что они переделывают приседания. Это касается тех, кто слишком низко опускается в процессе приседания. Дело в том, что во время приседания ты должен сохранять изгиб в спине, естественный изгиб в спине. И если ты посмотришь на тех, кто приседает слишком низко, не обладая достаточной растяжкой в тазобедренном суставе, то ты увидишь, что у них подворачивается копчик. Возникает чрезмерная нагрузка на позвонки в поясничном отделе, которая для них неестественна. То есть твой позвоночек начинает выдавливать позвонки из их естественного положения, и это может закончиться очень и очень печально. До какой амплитуды приседать? Во-первых, ты приседаешь как можно ниже, но до того момента, как ты чувствуешь, что у тебя начинает подворачиваться копчик из-за того, что тебе не хватает растяжки. Поэтому, если ты при этом даже не можешь до 90 градусов амплитуду дотянуть, то первым делом ты начинаешь также, помимо добавления тренировки ног в своей тренировке, ты также добавляешь растяжку. Отличный видос по растяжке всех основных групп мышц у нас также есть на канале. Ссылку я размещу в описании тоже. Спасибо Никите, который показал все упражнения. Привет, дорогие друзья! С вами Никита, NP Power. Это была четвертая ошибка, и у нас остается одна последняя, последняя ошибочка, последняя ошибочка. Пятки оторвы. Пятки оторвы. Отличное название для пятой ошибки. Пятки оторвы заключают в том, что когда человек приседает, если ты посмотришь, если он неправильно балансирует свое тело, неправильно распределяет вес, то у него начинают отрываться пятки. Почему это плохо? Потому что, опять же, возникает очень острый угол в коленях, чрезмерная нагрузка на коленный сустав, чрезмерная нагрузка на связки, и они просто могут к чертям порваться, после чего ты будешь с трудом вообще ходить, не говоря уже о том, чтобы приседать. Поэтому всегда следи за тем, чтобы вес был равномерно распределен по всей длине стопы. В идеале, примерно две трети на заднюю часть, треть на переднюю. Таким образом, ты в любой момент можешь спокойно оторвать носочки, но пятка и середина стопы всегда должны твердо стоять на земле. Ты должен твердо стоять на земле, если хочешь добиться результатов. Увидимся в следующих роликах. Если хочешь, чтобы я разобрал другое упражнение, пиши в комментариях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok